Чтобы вы понимали, он никогда больше меня не покидает после того, как вообще это все случилось. Я работаю в школе спикап, и однажды к нам пришла женщина, 55 лет, так вот на вскидку, на каблуках, накрашенная, красиво одетая, вот с такими вот ногтями, улыбающаяся, на позитиве, и чтобы вы понимали, прыгающая, вот в полном смысле этого слова. При оформлении документов, я оформляла договор с этой девушкой, 55 лет, открываю паспорт, а там 70. Я на нее, я на паспорт, думаю, мало ли, может мне что-то показалось. Я сама себе не верю, пересчитала на калькуляторе. Опять на нее, говорю, конечно, мне очень сильно, а в этот день мне было плохо, меня тошнило, я не могла встать. Вот этот вот постоянный, как говорят, синдром усталости, да, хроническая усталость. Я не понимаю, что со мной, по врачам хожу, вроде все нормально, гемоглобин в норме, я в принципе как бы здоровая, а вот внутри помираю и все. И вот я вот этой девушке, говорю, вот, вот, может у вас есть какой-то секретик? Я говорю, ну что вы в жизни, может вы что-то пьете, может вы что-то едите, может с кем вы спите в конце концов. В итоге мне вот, говорит, да, хроники есть, с таким хитрым взглядом, это была наша Наталья Григорьевна. Настает, настает вот этот вот трипорчик. Я анимеваю за три месяца, если действительно тебе надо, если действительно ты хочешь как-то изменить свою жизнь, и не стоит вопрос ныть с бабушкой о твоих болячках, то ты находишь возможность, ты находишь деньги, ты находишь желание. Я тоже хочу, вот этот человек мне разрушил все стереотипы о старости. Я точно так же хочу ходить на каблуках в 70 лет, плясать, и я ей пообещала, что вот изучи, и когда она окончит изучать английский, я ее лично выдам замуж за английского лорда. Я сказала, после вас. Такая красавица. В итоге, в итоге о результатах. Самый-самый такой вот близкий результат. Я не знала, вот до позавчера, еще до сих пор не знала, приеду ли я сюда на конференцию, хотя уже было все оплачено, и билеты, и все. В чем проблема? На фоне погоды, видно, немножко снизился иммунитет, и у меня на левом глазу появился ячмень с конъективитом буквально за сутки. Мы с вами вот поразговаривали, вы ко мне приходили, это была среда, да, или четверг, вот среда была. И у меня глаз был еле красненький, ну там раздражение, видать, потерло. Я ничего не сказала, я сразу набрала. Нет, ну не до этого было, ну как песочек, глазики, мало ли, может это от работы, от отчетов, всякое. Но на следующий день глаз опух вот так вот, вылез. Я была такая красотка, я не знала идти на ту работу или нет, но надо было отчеты. И плюс я подумала, у меня вся семья пользуется капельками, мета-капельками, ну я эти капельки взяла. Еще сугубила тем, что это у меня аллергия на все пенициллиновая, и я капнула, добавила еще себе аллергию, глаза не было. Ну я с позитивами, я рассказывала деткам, ходила по классам, я сказала, вы будете трогать глаза грязными руками, будет тоже так, да? Теперь дети моют руки перед занятием, вы увидели. В итоге, поставив программу, программу уже ставились какие, вот какие только видел правый глаз, и вот-вот за три дня вот ничего нет. Причем, вот вы как врачи можете сказать, что вот такие диагнозы, это дается неделя-две на выздоровление, даже две месяца, да, три дня. Стофилококки, золотистые. Да, все стофилококки поставила, там есть, да, кстати, и программки есть непосредственно, ячмень, вот для таких, как я, вот, да, для доставок, ячмень, покраснение глаза, воспаление и все эти вещи. Две недели назад у меня был трансатлантический перелет. Ну, я по своей девичьей наивности думала, ах, ах, девочки, после 16, летя туда, после 3,5 часов что-то, что-то вот голова начала болеть, я поняла давление, сердце, ага, приборчик. За час восстановила, но после 10 часов я вот нечаянно посмотрела на ноги, они как колоды, они просто, ну, вроде как, мне вроде 40 лет, да, и, ну, не должно было быть еще как-то рановато. А здесь такие дела, думаю, что делать, тоже поставила элементарно, ты тут же, ты тут же ставишь, ты понимаешь, что это почки, ты ставишь абсолютно все программы, просто регуляция, регуляция почек, чистка почек, от все, да, все, что там видишь, вот, можно не заносить в мои программы, а вот просто выбираешь, и цикличности оно там мотает. Вы знаете, обстрел по сторонам, наверное, не только одно не похорошело, пол самолета, наверное, имели ту же проблему, им стало хорошо. На обратном пути тоже баловалась с приборчиком, я уже предварительно, я понимала, что будет очень долгий перелет, и предварительно я поставила все эти программы, не поверите, ни проблемы с почками, ни ноги не оттекли, я прекрасно себя чувствовала, я обнагрела настолько, мне мешали соседи, и я включила, включила бессонницу, включила антистресс бессонница, потом бессонница паразиты, и все-все, что касалось бессонницы, мешали мне люди, которые смотрели телевизоры, вот это вот соседние, я хотела поспать, и я заснула. По нужде мне нужно было через часика-два проснуться, организм разбудил, слава богу, а не в самолете. Заслучилось. И посмотрев по сторонам, я поняла, что вот целый мой отсек, все спят, с включенными телевизорами, все нормальненько отдыхают, и скажите, что этот прибор не работает. Элементарное, ну естественно, все, кто не сталкивался с прибором, это хомонимирующее, включительно моя родная мать, к которой я прихожу, давление, давление там 150 уже там на 200, в общем, я в этом плохо разбираюсь, но в общем плохо, и в космос вот чуть-чуть, и в космос улетит вообще без ничего. И стенокардия, в общем, там у меня куча проблем с сердцем, человек вот еще немножко, и вот все, плохо человеку, надо скорую вызывать. Я поняла, что приборщик со мной, говорю, мама, мне нужно на 30 минут сходить на почту, ты тут, говорю, я сумочку оставлю. Только ты далеко не отходи, там мне позвонить должны, телефон. Сама включила быстренько ей программу по сердцу, по давлению, и пошла. Прихожу через час, моя мама кофе пьет, говорю, мама, что такое, моя мама пьяла. Говорит, ты знаешь, Таня, мне как-то так вот, то, наверное, на погоду было, что-то мне стало так легко, и начинает кофе, дали, говорит, здравствуйте, приехали. Вот, ну вот, вот это для таких людей, которые не верят. Потом, вот буквально неделю назад, у девочки схватил ридикулит, пришла, а я в отпуске была, зашла, к ней просто в гости по дороге, и вот она так вот, как-то ползает от двери до стола, от двери, говорю, что случилось? Говорит, мне только что, репетали, минут 15 поставили блокаду. Говорит, ага. И опять же, я не врач, я, все, что там было, про ревматизм, я это все дело повыставляла, говорю, слушай. А говорю, веришь? Нет, просто держи его возле себя. Вот, ну вот, ничего не говорили. Через неделю она звонит, говорю, ну как ты? Веселый, веселый голос, говорит, я уже бегаю, хожу, все нормально. Говорю, и что помогло? Она, наверное, говорит, лекарство. Говорю, ну ради бога, лекарство, значит лекарство. Словим тебя на какой-то другой болезни. И вот такого вот мелкого очень много. К примеру, вот племянница. У меня как-то по папе на линии получилось. Папа не спит, брат никогда не спал. Вот я имею в виду днем. И вот племянница тоже не спит. А иногда самой так хочется под дождик-то. И вот ты вот со мной поговори, давай порисуем, давай попляшем. Ну это же дети. Я нашла программу антистресс. Вот эту вот и бессонница. Через полчаса поворачиваюсь, храпим. В общем, работает, да. Настолько работает. И это все, это основа. Это влечет за собой. Когда ты начинаешь понимать, что это работает, и здоровье вот в этом вот приборчике, ты начинаешь менять второстепенные какие-то факторы. Ты ищешь, как правильно питаться, что нужно делать. Я сходила на диагностику, да, чтобы вы понимали, ну, червяки мои друзья. У меня их было 6 видов, каких хочешь. Это при всем том, что у меня в ротовой полости кислотность была шестерочка еле-еле там на шестерочку. 5,5 это уже, ну, это уже совсем плохо. Вовремя я к вам пришла. И ты начинаешь думать, как удерживать этот PH-баланс, как помочь, чтобы приборчик не перерабатывал, да, чтобы именно, вот как вы говорите, точечно с ним работать, а не без понятия нажимать все программы. То есть ты переходишь на какие-то диеты, ты начинаешь менять полностью свой образ жизни, ты понимаешь, как это все легко с смарт-лайфом, и в какой-то момент, вот мы в последний раз говорили с Натальей Григорьевной, ты начинаешь хотеть так помочь всем окружающим людям, смотришь на них, как на слепых котят. И вот хочется вот докричаться до людей, а они вроде как за стеклом, да, и вот это вот самое страшное. И спасибо вам, что вы делаете такие конференции. Здесь люди, которые уже не за стеклом, которые уже меняют свою жизнь, меняют жизнь своих окружающих. И я очень-очень-очень благодарна вам действительно за вашу продукцию. Ну, хотя у нас отношения с самого начала не совсем были, не самым лучшим образом у нас складывались отношения. Ну, уже все изменилось. Я очень счастлива, что я здесь. Виталичка уже приобрела прибор маме. Да, да, да. И дальше уже процесс пошел. Да, на отдыхе я была с женихом, а у него синдром IDD, синдром гиперактивности. И это состояние человека, я спрашиваю, что это такое? Он говорит, это когда ты, ты здесь, ты слушаешь вот тебя, ты можешь твою линию вот так вот поддерживать, и одновременно ты постоянно еще о чем-то думаешь, твои мысли постоянно тебя опережают. И говорит, моя самая большая мечта, это оказаться здесь и сейчас. Сейчас, вернуться. Вот для людей нормальных, да, это нонсенс. Я вот постоянно здесь и сейчас. Ну, иногда там чего-то, либо в прошлом застряну, либо в будущее загляну. Ну, это нормальное состояние людей. А вот у него, а он говорит, а вот у меня такого никогда не было. Ну, сейчас, вернули. Я приборчиком, правда, мы не добились, мы не добились, да, там есть, там всякое, мы не добились, конечно, за неделю, да, такого ошеломляющего результата, но он говорит, я какой-то другой, я немножко, немножко заторможенный, вот все равно работает, да, да, работает, поэтому спасибо. Спасибо. Следующий прибор будет в жизни. Да. Спасибо большое.